В городской крае приехали кумиры нескольких поколений. Исполнители, чья популярность, несмотря на появление на сцене новых и новых имён, не померкла со временем. День молодёжи вместе с красноярцами отмечали Константин Никольский и группа Алиса. Пятницу и субботу музыканты выступали в Ачинске и Канске, а вчера их концерт состоялся в Краевом центре. Когда поймёшь умом, что ты один на свете, И одиночество дорог так длинна. В этот вечер на довольно просторной площади перед дворцом спорта, как говорится, яблоку негде было упасть. Тысячи молодых людей заполнили не только саму площадь, но и близлежащие склоны. Тем, кому не удалось пробраться поближе к сцене, наблюдали концерт аж с автобусной остановки на коммунальном мосту. Передать словами те эмоции, которые переживали виновники торжества, очень сложно. Да и нужно ли? Ощущение праздника и так хорошо читается на этих лицах. Константин Никольский и Константин Кинчев работали вживую, без фонограммы. Их песни узнавались буквально с первых аккордов, и с первых же слов публика начинала подпевать. Под старые, хорошо знакомые мотивы танцевала не только красноярская молодёжь, но и первые лица края. В той жизни, что как-то была сладка, в нём только горечь не разбавлен. День молодёжи надолго сохранит в сердцах молодых красноярцев массу положительных эмоций и воспоминаний. И хочется верить, что навсегда сохранится в их сердцах девиз, под которым проходил праздник в Красноярске. Мы против СПИДа, наркотиков и насилия. Ведущий Александр Марков и Елена Антонова. Мы рады приветствовать наших дорогих телезрителей и напомнить, что на календаре 28 июня-понедельник началась новая неделя. Хорошего вам настроения и удачи во всех делах. Итак, программа «Утреников Сафонтова» продолжается. И с минуты на минуту к нам в студию, пожалуй, дорогой гость, лидер группы Алиса Константин Кинчев. И мы побеседуем с ним на самые разные темы, в том числе расскажем, как прошел вчерашний концерт, организованный ко дню молодежи. Ну а примерно в 8.50 в программе «Утреников Сафонтова» в Красноярске по приглашению общероссийского движения «Лебедь» приехали рок-группы Алиса, лидер Константин Кинчев и в воскресенье лидер Константин Никольский. Музыканты дали концерты на площадках города Каннска, Ачинска и Красноярска. Ну а сегодня лидер рок-группы Алиса Константин Кинчев у нас в гостях. Доброе утро, Костя! Здравствуйте! Константин Кинчев. Настоящее имя Константин Панфилов. Родился в Москве в 1958 году. Будучи начинающим музыкантом, работал в группах второго эшелона, игравших на танцплощадках Подмосковья. В феврале 85-го записал первый сольный альбом «Нервная ночь», который увидел свет под вывеской «Доктор Кинчев» и группа «Стиль». В этом же году Кинчев становится лидером группы Алиса, которая появилась еще в начале 80-х. Кстати, одна из концертных программ Алиса называлась «Кривозеркалье», репертуар которой навели фантасмагоричные образы и сюжеты книг Кэрролла. Отсюда и появилось название группы. В биографии Алисы были взлеты и падения, сенсационные выступления на ленинградских рок-фестивалях и временные распады группы, успешные съемки в художественном фильме «Взломщик» и скандалы вокруг имени Константина Кинчева. Но несмотря ни на что, Константин Кинчев и Алиса не обделены вниманием поклонников, работают над новыми программами и активно гастролируют по стране. Вы уже совершили поездку по нашим сибирским, можно сказать, провинциальным городам, по глубинке, это Камск и Ачинск. Как ваши ощущения после концерта? Да, знаете, замечательная погода, прекрасная. Единственный недочет, что все время, видимо, в целях безопасности, наверное, от сцены зрители очень далеко находятся. Хотелось более близкого эмоционального контакта? Конечно, хочется больше. А так, в общем целом, все прекрасно. Понятное дело, что музыкант, настоящий артист, он на любом концерте выкладывается полностью. Будь то провинция Сибирска или столица. А разница в зрительском восприятии ощущается? Скажем, аудитория, которая служит вас в Санкт-Петербурге или, допустим, в том же Ачинске? Ну, бесспорно, потому что в Ачинске знают песни наши не так много людей, как, скажем, в Санкт-Петербурге. Потому что в Санкт-Петербурге поет весь зал. Весь репертуар. Все то, что мы поем. В Ачинске с интересом наблюдают, допустим, в Канске. Что такое, вот, золист, как я приехал. Посмотрим. А мы должны как бы доказывать своим трудом, что мы себя представляем. Это очень процесс захватывающий, заманчивый. Но не сложнее было с Ачинском работать или с Канском? Вы знаете, дело в том, что я вот люблю свой труд. То есть мне нравится играть концерты. Я от этого получаю удовольствие. В Канске, в Ачинске, на Сахалине, в Санкт-Петербурге, в Москве нет разницы никакой. Константин, у вас в утренней программе есть такая же дневная рубрика, называется она «Вопросик с утра». Давайте сейчас вместе ее посмотрим, послушаем, а после вернемся к нашей беседе. Хорошо. Вот этот вот знаменитый вопрос, легко ли быть молодым, он впервые прозвучал в начале 80-х. Скажите, Константин, как вы считаете, когда сложнее было быть молодым? В 80-е или в конце 90-х? В любые времена и века сложно быть молодым. А вот в вашей молодости, ну, я имею в виду 20-16 лет, вам, у вас какие были трудности в жизни? Ну, масса трудностей была, что вы. Все же с преодолением, как бы, в наше время приходилось делать. То есть, заниматься любимым трудом, то есть, то, что можно было впоследствии назвать профессией, было очень сложно. То есть, практически все мосты сжигались, мосты социальные, и делать все вопреки. Но вам понятны проблемы сегодняшней молодежи? Понимаете, по сути, проблемы молодежи, отцов и детей, они вечные. Вот Тургенев написал замечательную книгу, то есть, неустаревающую по этому поводу. Поэтому все проблемы молодежи, они точно такие же, как были там в моей молодости. Костя, поиск себя, становление на дорогу, попытка на этой дороге утвердиться, устоять, не быть выбитым. И седла. И седла. А когда заканчивается молодость? Вот есть ли какие-то временные, возрастные рамки? Ну, это чисто сердечные, как бы, уже вопросы. Когда жить начинает казаться скучно и неинтересно, тогда, видимо, молодость и заканчивается. Я себя ощущаю очень неплохо, поэтому мне жить интересно. Соответственно, надеюсь на то, что я душой молод. Телом-то, конечно, уже не очень. Сергей Ваня, у нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Доброе утро. Алло, как? Статин, у меня такой вопрос. Доводилось ли вам бывать за границей? И как иностранцы относятся к русскому раку? Спасибо. Да, я бывал за границей много раз. Как относятся? Да никак они не относятся. То есть воспринимать просто как есть явление и все? Ну, прежде всего, мы играли, пожалуй, только во Франции. Для французов. Во всех остальных странах мы для русских играли. Вот и все. То есть не будет. Французы с интересом, а у них как бы генетически, они тянутся все время к русскому духу. Им это непонятно и очень интересно. Их удоражит это. Поэтому они воспринимали нас действительно хорошо. Местер! Местер! Как говорится, яблоку негде было упасть. Тысячи молодых людей заполнили не только саму площадь, но и близлежащие склоны. Тем, кому не удалось пробраться поближе к сцене, наблюдали концерт аж с автобусной остановки на коммунальном мосту. Передать словами те эмоции, которые переживали виновники торжества, очень сложно. Да и нужно ли? Ощущение праздника и так хорошо читается на этих лицах. Константин Никольский и Константин Кинчев работали вживую, без фонограммы. Их песни узнавались буквально с первых аккордов и с первых же слов публика начинала подпевать. Под старые, хорошо знакомые мотивы танцевала не только красноярская молодежь, но и первые лица края. День молодежи надолго сохранит в сердцах молодых красноярцев массу положительных эмоций и воспоминаний. И хочется верить, что навсегда сохранится в их сердцах девиз, под которым проходил праздник в Красноярске. Мы против спида, наркотиков и насилия. Константин, еще такой вопрос. Вернемся к проблемам молодым все-таки. Ваш гастрольный тур нынешний проходит под девизом «Мы против наркотиков, насилие и спида». Почему именно такой лозунг избран? И насколько вам в жизни близко приходилось сталкиваться с этими проблемами? Я имею в виду, может быть, кто-то из вашего окружения или даже родственники, не дай бог. Кто-то, может быть, ВИЧ-инфицирован или наркоман. Как вы вообще сосуществуете с ними? Ну, прежде всего, лозунг выдумывал, естественно, не я, а молодежная организация «Лебедь». Под этим лозунгом мне выступать почетно, поскольку мое сердце выстает против всех этих явлений. Как-то там наркотики, насилие и т.д. и т.п. Поэтому считаю себя в этой акции абсолютно на месте. И каждой песней пытаюсь утвердить, что торчать плохо. Любые виды насилия неприемлемы, потому что Господь создал нас свободными. Это свобода выбора. Со СПИДом сложнее, но, как бы, думаю, что если будете вести богоугодный образ жизни, так и этой проблемы можно избежать. Ну, вторая часть вопроса. Я имел, конечно, печальный опыт. То есть я торчал, причем долго торчал. Он благодаря, как Господу, избавился от этого недуга и уже пять лет, как не употребляя наркотики вообще, даже на шуникурил. Вы... И счастлив, и благодарен Господу за то, что он мне помог справиться с этим. То есть был какой-то перелом в вашей жизни, что вы обратились именно к Богу? Я принял крещение, опять же. И только благодаря церкви, благодаря, как бы, вот, глубокой исповеди, потому что исповедуешься, в этом грехе, допускаешься до причастия, уходишь из храма и опять торчишь. И жгучий стыд в сердце возникает. Все, что ты и Богу говоришь. И только вот благодаря вот этому, как бы, я справился. То есть самостоятельно можно избавиться от наркотиков? Я боюсь, что самостоятельно невозможно. Только вот, ну, во всяком случае, может быть, кто-то очень сильный может с этим справиться. Я не настолько силен, поэтому мне Господь поможет. Есть телефонный звонок. О, здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слышим. О, Константин, здравствуйте. Здравствуйте. Даже не верю, что до вас позвонилось. У меня такой вопрос. Вот в 80-х годах рок-музыканты носили кожаные куртки, цепи, другие аксессуары. А вот сейчас, в конце 90-х, как должен выглядеть настоящий рок-музыкант? Понятия не имею. У меня есть кожаная куртка, я в ней хожу, когда погода похолодней. Это любимая моя одежда. Я хожу в косой, черной куртке с молниями. Нет, есть у меня сценический костюм, в котором я выступаю. Он всегда одинаков? Нет, они разнятся. Вот сейчас, в последнее время, я выступаю в определенном костюме. Кстати, вы где-то шьетесь? Ну, у меня, да, у меня есть девушка, которая мне все делает. А пытались обратиться, например, к Зайцеву или к Юдашкину? Такого не было ваше? Мне, во-первых, не нравится ни тот, ни другой модельер. У меня семьяки нравятся. Но вот к нему как обратиться? Только в Японию заказывали. Я бы с удовольствием шмотки, а то семьяки бы носил. Но они стоят же такие деньги, что мне не по карману. Хорошо. Кость, нам известно, что вы приехали не просто выступать, и вы еще параллельно презентуете свой новый альбом. С ним можно подробнее говорить. Ну, вы знаете, он еще не написан, поэтому мы его не презентуем. То есть рабочее название у альбома есть, песни с этого альбома звучат на концертах, но альбом мы еще не записали. Что это будет? Есть надежда, что мы его запишем где-нибудь к концу осени. Что это будет за альбом? Какие там будут песни? Ну, записанцы ворот. А что, это надо слушать. То есть там будут абсолютно новые песни? Ну, естественно, зачем же там альбом выпускать? Есть звоночек, алло, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Константин, скажите, пожалуйста, какие из нынешних молодых групп, на ваш взгляд, заслуживают внимания и раскрутки? Мне нравится группа Пилот, мне нравится группа Король и Шут, мне нравится Земфира. Вот. Константин, спасибо, что вы были сегодня у нас в гостях. Спасибо вам. Дорогие друзья, в эфире программы Туринникова Сафонтова был лидер группы Алиса, Константин Кенчев. Мы очень благодарны вам, Костя, что вы были с нами в это утро. И небольшой презент от нашей программы. Это футболочка, фирменная футболка у Туринникова Сафонтова. Когда будете в Москве, вспоминайте нас попременно. И, может быть, когда-нибудь на одном из концертов вы наденете эту маечку в память о нас. Возможно. Спасибо большое. Спасибо. Дождь выстроил стены воды. Он запер двери в домах, он прятал чьи-то следы. А мне хотелось дышать, дышать во всю грусть. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и небес слишком ломаных стрел. Я руки вкротягивал вверх, я проймал не в гость. Там, где вода, рисует на земле круги. Ты смешив, слышишь шаги, идет дождь. Ты смешив, слышишь шаги, идет дождь. Все очень просто, просто гроза. Там, где вода, и небес слишком ломаных стрел. Я руки протягивал вверх, я проймал не в гость. Там, где вода, рисует на земле круги. Ты смешив, слышишь шаги, идет дождь. После таких приятных гостей особенно приятно продолжать нашу тренинг. Армия. По поводу того, что негадили в подъезде. У меня. Основно. Потом я как бы извиняюсь за срывы. И мы опять как бы живем мирно. Организаторы акции тоже легко объяснили свой выбор артистов. Николай Вернер, например, признавшись, что в отрочестве сам музыцировал в вокально-инструментальном ансамбле на барабанах, исполняя в том числе и хиты Никольского, заявил следующее. Алису и Никольского очень давно ждали, очень давно хотели. Поэтому мы в этом плане пошли на встречу нашей молодежи и пригласили именно этих групп. Мало того, я думаю, все заявления, в том числе по тем, скажем так, лозунгам, тем призывам, к которым мы обращаемся к молодежи, по борьбе с наркотиками, с насилием, из-за этих музыкантов будут звучать максимально убедительнее. По собственному выражению, недостойный раб Божий Константин Кинчев был, как всегда, более экстравагантным и активным, чем его философски настроенный коллега. Он успел рассказать журналистам, что религия – это путь к свободе, что он человек скучный и неинтересный, да и политику, в общем, презирает. Я был комсомольцем, я в седьмом классе вступил, в восьмом меня исключили. Впрочем, бывший бунтарь молодежные движения вообще приветствуют, ибо уверен, что без формирования общенациональной идеи народ превращается в толпу. А толпа, как известно, тупой и жестокий зверь. Во всей красе музыканты развернулись непосредственно на сцене. Такой эйфории музыкальная общественность города не испытывала давно. Начал концерт Константин Никольский, и старый млад внимали поэзии звуков с полной отдачей. Даже меломаны совсем нежного возраста, привыкшие впитывать в себя незатейливые низкладушки популярных групп однодневок, заслушивались полузабытыми мелодиями восьмидесятых. Старшее поколение, вспоминая забытую песню, просто пускалась в пляс, оставив в стороне приличие, которым, как известно, положение обязывает. Когда же дело дошло до доктора Кинчева, публика просто осатанела. Гуйство эмоций едва ли не перекрывало страстные метания по сцене самого мэтра. Моё поколение, моё поколение, моё поколение. Поколение в это время отдыхало по полной программе, сдабривая отдых и наслаждение музыкой веселящими напитками, потребляя последние в дебрях живописного ландшафта. Впрочем, редко кто позволял себе лишнее. Многоуровневые кордоны милиции, так нелюбимые самим Кинчевым, удаляли особо буйных и охраняли артистов, как зенит с лока. В перерывах концерта тоже случались приятные неожиданности. Например, 12-летний подросток выиграл машину от Кока-Колы. После двукратного вызова Алисы на бис, праздник превратился в дискотеку, увенчал которого весьма выразительный фейерверк. ...этический капитал и популярность у молодёжи. Расчёт, видимо, оправдался. В Красноярске концерт звёзд русского рока действительно вызвал огромный интерес. Рассказывает Оксана Батуева. Акции в рамках Дня молодёжи проходили под очень актуальным и правильным лозунгом. Мы против насилия, спида и наркотиков. Центральным событием праздника были концерты культовых рок-групп «Воскресенье» с Константином Никольским и Алиса с Константином Кинчевым в Каннске, Ачинске и, наконец, в Красноярске. Перед финальным концертом музыканты встретились с журналистами. На пресс-конференции выяснилось, что звёзд русского рока с пригласившим их движением «Лебедь» прочные отношения не связывают. Поддерживать какие-либо партии и движения ни Алиса, ни «Воскресенье» не собираются. Под нормальными лозунгами возможны спайки с какими-то политическими группировками. Но конкретно быть представителем того или иного движения Алиса не будет. Икенчев и Никольский сказали, что им в первую очередь близки и понятны идеи борьбы со спидом и наркоманией. Под этими лозунгами они выступали раньше и согласны выступать впредь. Это сходится с их личными убеждениями. Естественно, я против, потому что у меня тоже дочь. Я смотрю, там в школах, бог знает, что творится в этом смысле. Какие-то люди чего-то продают детям. Это страшно. Ну, очень много похоронил друзей. Я ведь, дело в том, что я же сам торчал достаточно долгое время. Вот, и уже как бы сколько? Уже скоро пять лет, как не торчу. И благодарен Господу за это. Потому что без Божьей помощи так и не справился с недугом этим. Концерт Константина Кинчева и Константина Никольского собрал на острове отдыха невероятное количество людей. Такого наплыва зрителей, кажется, не ожидали даже сами организаторы. Красноярских почитателей творчества Константина Кинчева и Константина Никольского не смогла уместить площадь перед Ерыгинским дворцом спорта. Молодежь от 14 до 40 заняла все окрестные газоны, лестницу и часть коммунального моста. Программу открыл Константин Никольский со своей группой. Правда, это были не те музыканты, что составляли когда-то легендарное воскресенье. С этим составом Никольский работает с 91-го года. Но песни, которые он исполнял, в основном хиты конца 80-х, были знакомы и любимы многими. Во второй части концерта лиричного Никольского сменил его тезка Константин Кинчев. С присущим ему драйвом он пел и старые вещи, и новые песни из готовящегося альбома Алисы «Солнцеворот». Песни Алисы и мощная энергетика лидера группы, судя по всему, были достаточно убедительны. Кинчеву удалось довести до иступления многочисленную армию поклонников русского рока. Он несет добро людям, и мы его понимаем. Мы с ним вместе. Думаю, человек, который слушает песни Кинчева, который вникает в смысл этих песен, но никогда не будет наркоманом. Есть надежда, что этот концерт возымел действие хотя бы начать молодых алисаманов и донес до них смысл лозунга, под которым проходил День молодежи. Мы против насилия, спида и наркотиков. Мы вместе! Мы вместе! Мы вместе! Через минуту Сергей Пятков продолжает.